Продолжение следует... Столько всего она рассказывала. Я больше 15 лет работаю с людьми. Сегодня мы будем говорить с вами об эзотерических практиках, будем делать эзотерические практики. Сегодня будет психология немножко и будет эзотерика. Рассказывать буду про метод, который называется ТТ-хилинг, и практики у нас будет в этом методе. Работаю я смесью разных методик, потому что за 15 лет там большой микс получился. У меня три высших образования, одно из которых психологическое образование. И всё, что буду вам сегодня рассказывать, это всё истории из моей собственной практики. Поэтому давайте будем отправляться в увлекательное путешествие. Поскольку работать будем на тонких вибрациях, давайте вначале познакомимся с тем, что мы будем делать. Ну, столкнулась с тем, что люди вообще экстрасенсами называют всех. Шаманы экстрасенсы, каталки экстрасенсы, 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 татахилеры экстрасенсы. Что такое? Оказывается, очень мало знают люди на самом деле. Поэтому давайте мы с вами разберёмся, что такое тонкие вибрации, посмотрим, какие вообще бывают уровни исцеления, на каком уровне работают, какие экстрасенсы, какие задачи они вообще решают, как вообще возникают дисбалансы в теле, дисбалансы душевные, когда болит душа, дисбалансы физического тела, когда реально уже тело болит. И посмотрим, каким образом можно с этим всем разбираться в жизни. Кому интересно, пожалуйста, представляйтесь, хвастайтесь. Оля, справедливая, прощающая, замечательная. Первой практикой, которой будем работать, мы с вами выйдем на тонкие вибрации. Что это такое? У нас есть вибрации физического тела, которые можно померить энцефалографом, например. Вот они у вас сейчас на экранчике. И мы сейчас общаемся на бета-уровне, как обычно общаются люди. Если немножко расслабить тело, расслабить мыслительный аппарат, это будет альфа-уровень, переходное состояние между бодрствованием и сном. На альфа-уровне включаются дополнительные возможности. На альфа-уровне находятся все наши прекрасные композиторы, певцы, музыканты, которые входят в альфа-состояние. И в этот момент сознание немножко засыпает. Бессознательное начинает просыпаться, происходит гармонизация. И вот здесь начинает приходить совершенно необыкновенное состояние. На альфа-уровне работают большинство школ эзотерических, которые сейчас есть. Мы с вами сегодня поговорим о тета-уровне. Светлана у нас коммуникабельная, замечательная. Для того, чтобы выйти на этот уровень, мы сейчас сделаем с вами первую практику. Я расскажу, что будем делать. А потом, кто захочет, напишет восклицательные знаки. Когда работаешь эзотерическими, тонкими техниками, всегда нужно спрашивать разрешение людей, хотят ли они эту технику выполнять. Нужна ли она для них. Поэтому я вам немножко расскажу, вы сделаете, и дальше будем уже работать над этот уровень. Итак, мы с вами будем расслабляться. И считается, что медитация – это как? Это все, расслабиваться и все, и медитировать. Я буду вас голосом вести на более тонкую вибрацию. Бывает так, что делают медитации под музыку. Под музыку вы выходите на альфа-уровень. А нам нужно подняться немножко выше вибрации. Поэтому вести буду голосом. Оказывается, музыка может вызывать определенные ассоциации у человека. И тогда он застревает в вибрациях. Оказывается, музыка имеет такое воздействие, что вы подниметесь до уровня вибрации музыкальных, а дальше не сможете, потому что организм подстроится. Поэтому будем работать чистым голосом. Я буду рассказывать вам какие-то картинки. Вы будете их себе представлять. И когда вы их себе представляете, может даже казаться, что это просто игра моего воображения. Но сознание все равно. Это картинка, или это происходит в реальности. И вы действительно внутри себя вибрационно подниметесь на очень высокий уровень вибрации. Не секрет, что когда работаете с мастером, вы выходите на тот уровень, на котором работает мастер. Кто согласен, пишем восклицательные знаки. И я буду просить творца, чтобы он давал вам возможность подниматься в тонких вибрациях. Чем больше будет расслаблено тело, тем на более высокий уровень тонких вибраций вы сможете подняться. И поехали. Глубоко вдыхаешь, легко выдыхаешь. Садись, пожалуйста, удобно, чтобы под спиной что-то было, чтобы тело было расслаблено. И мы отправляемся в первое путешествие. Сорезаешь внимание на своем сердце. И лучиком внимания уходишь в центр планеты. И представь себе, что оттуда, из центра планеты, к тебе поднимается красивая, бело-голубая энергия планеты Земля, которая тебя очень любит, которая посылает тебе необыкновенную бархатную, бело-голубую энергию для гармонизации. Эта энергия поднимается, входит через стопы, через коленочки, через бедра, поднимается выше, выше, выше. Вдруг позвоночника заполняет все тело. Включаются чакры одна за одной. Начинают работать ритмично, гармонично, здорово. Все выше, выше поднимаешься. И постепенно у тебя над головой образуется прекрасный, сияющий шар энергии. Ты переносишь частичку сознания в этот шар. И в этом шаре начинаешь подниматься выше, выше, выше. Очень быстро, очень легко. Чем выше поднимаешься, вибрациях, тем мягче, пластичнее становится тело. И ты сейчас уже в нашей галактике. И оглянись вокруг. Прекрасное созвездие на фоне бархатной темноты космоса. То здесь, то там сверкают яркие вспышки пульсаров. А ты поднимаешься выше, выше в вибрациях. И ты уже в нашей Вселенной. Посмотри, как здесь красиво. Бархатная темнота космоса. И множество разных галактик до бесконечности. А ты легко поднимаешься выше, выше. И проходишь сквозь разные слои света. Приятный яркий свет и более мягкий, более тусклый. И снова приятный яркий свет сменяется более мягким, более тусклым. Ты проходишь сквозь слои света все выше, выше. И чем выше поднимаешься, тем больше расслабляется тело. Сейчас вокруг тебя золотое сияние. Посмотри, как тут красиво. А ты легко идешь выше, выше. И поднимаешься к очень приятной желеобразной субстанции. Это субстанция законов. Здесь множество разных законов. Они все переливаются разными цветами. легко находишь розоватый закон сострадания. Он еще называется закон милосердия. И через него, проходя сквозь него, легко попадаешь на более высокий уровень. Прекрасное, белоснежное, искрящееся сияние, которое немножко похоже на то, как блестит снег под солнцем. Ты поднимаешься еще выше, выше. И чувствуешь, как тело начинает клубиться, растворяться. И ты чувствуешь единение со всем сущим. глубоко вдыхаешь, легко выдыхаешь. Открывай, пожалуйста, глаза. И ты сейчас на очень тонком уровне вибрации, на уровне вибрации любви Творца. И напишите, пожалуйста, в чат, как себя чувствует тело. Буквально два слова. И какого цвета было сияние у вас над головой, когда мы начинали наше путешествие. А я пока расскажу, что же мы с вами делали. Через какие уровни духовных вибраций мы проходили. Их было всего семь. Мы начинали с вами с вибрации первого уровня. Это вибрации камней, минералов, металлов. Вот сегодня мы как раз занимались группой. И у нас было путешествие на этот уровень. которые для людей считаются неживой природой. На самом деле это вибрации, только они очень медленные. Это духовные вибрации. И участники с удивлением для себя могли пообщаться с камнями и послушать историю каждого камня. И что он видел. И откуда он. И те, у кого канал Яснослышание был открыт, они даже услышали гул вулкана, в котором родился этот камень. И девушка сначала очень испугалась. Говорит, я услышала такой сильный гул, я даже облинулась, что такое этот гудит, как самолет летит. А потом оказалось, что ее сосед мужчина, который принес как раз этот камушек, он его нашел, когда у него было большое путешествие на вулкан. И это вулканический камешек. Статура вибрации люди считают неживым. На самом деле здесь возможно тоже исцеление. И вы знаете, что люди любят носить украшения. И каждый камешек своей вибрацией может исцелять какие-то органы. Я не буду долго здесь останавливаться. Все уровни в нас присутствуют. В нашем теле тоже достаточно много всевозможных минералов, которые помогают гармонизировать обмен веществ. Вот Оля пишет, что у нее сияние нежно-фиолетово-розовое. Замечательно. У тебя хорошо. Мы идем с вами выше по вибрациям. Следующий уровень вибрации это уровень растений. На этом уровне возможно исцеление, когда вы пьете чаек, отварчик, настойчик из растений, когда вы используете всевозможные мази, в которых используются вибрации растений. Этот уровень используется для исцеления, потому что вибрации растений воздействует на вибрации ваших органов. Мы не будем долго останавливаясь. Света пишет, не хотелось возвращаться. Третий уровень это уровень белковой жизни. Животное и человек. На этом уровне исцеление называется традиционная медицина. Мы сегодня тоже не будем здесь останавливаться. Важно понимать, что на первом, втором, третьем уровне любое исцеление будет временным, потому что вибрации либо камней, либо растений, либо химического вещества, пока они находятся в организме, воздействуют на ваши органы. Как только организм их выводит, все, нужно следующую порцию загружать в себя. А вот начиная с четвертого уровня, начинается то, что мы говорим духовные вибрации, духовный мир. На четвертом уровне находятся души, не души, извините, духи. Еще его называют уровнем предков. Туда на четвертый уровень уходит человек, когда покидает тело с третьего уровня, мы переходим на четвертый уровень духа. С этим уровнем работают шаманы. Они как бы пускают дух внутрь себя и с его помощью исцеляют. Опять-таки, берется болезнь на себя и шаманам важно тщательно чиститься после всего этого процесса. И если человек в своих воплощениях имел шаманское воплощение, то очень часто он сохраняет такую привычку брать переживания, болезни других людей на себя. Напишите, пожалуйста, плюсиком, кто из вас знает про себя такую привычку, что ты иногда чувствуешь переживания другого человека, пообщаешься с ним и приходишь просто как мочалка, выжатый. тебе плохо, ты взял болезнь на себя. Пишем плюсиком, у кого такое когда-нибудь было. Четвертый уровень, шаманский уровень, не будем здесь останавливаться, нам интересны более высокие, более тонкие уровни вибрации. Пятый уровень исцелений работает следующим образом. здесь находятся просветленные мастера. Спасибо большое, Оля, которая написала плюсик. Сейчас посмотрим. Парет свящего, покажи, пожалуйста, были ли у Оли шаманские воплощения. Оля, было и не одно. два мужских воплощения у тебя было шаманских. Одно где-то в южных странах, судя по природе и по стилю твоей одежды тогда мужское воплощение было шаманское. Одно было где-то в северных странах, потому что ты тепло одета, у тебя какие-то такие, как из меха одежды, и ты там с бубном, или там с такой штукой такая тинь-дунь-дунь, вот на которой ты играешь. И еще значительно раньше было еще одно шаманское воплощение, ну какое-то совсем племя там было, ну тоже тепло и странно, потому что ты почти без одета. Аж три шаманских воплощения, поэтому эта привычка у тебя такая стабильная вообще есть. Итак, пятый уровень вибрации. Здесь находятся просветленные мастера, вы хорошо знаете их имена. Это те мастера, которые в какой-то период времени приходили на определенную территорию и приносили для людей с определенным уровнем развития какое-то большое учение, которое помогало этим людям выйти на какой-то новый духовный уровень. Лики этих мастеров вы видите на иконах, когда заходите в храм, например. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, какие у них есть имена. Их знает весь мир, как правило. Здесь же на этом уровне находятся ангелы, архангелы, здесь же находятся те, кого мы называем мастерами прошлого, например, атланты, которые жили в Атлантиде. Здесь же находятся наши души, здесь же находятся падшие души, темные души еще их называют. На пятом уровне существует 33 подуровня, на котором и располагаются все вот эти просветленные мастера, души и падшие души. На пятом уровне работает большинство духовных школ, которые есть сейчас представлены, скажем так, на планете, потому что раньше это был самый высокий уровень, на котором можно было работать с точки зрения духовных вибраций. Сейчас планета развивается, уже другие вибрации, есть другие возможности. Но большинство школ, это школы прошлого века, 20 века, и хорошо, что их было много, потому что они позволили людям развиваться духовно на том уровне, который был возможен в прошлом веке. Чем отличается целительство на пятом уровне? Если вам интересно, напишите, пожалуйста, цифру 5, я вам коротенько расскажу, как происходит целительство здесь, чтобы четко отличали, на каком уровне какие мастера работают. Если интересно, пишем цифру 5, я вам расскажу. Расскажу не понаслышке, потому что сама в свое время училась у мастера 5 уровня, получила посвящение целителей 5 уровня. Спасибо большое, вижу ваши педерочки, замечательно. Рассказываю. На пятом уровне, чтобы работать этими энергиями, бывают обычно два варианта. Первый, когда по роду передаются какие-то знания и способности. Второй, когда появляется, вдруг появляется в твоей жизни мастер, который сначала делает обучение, потом делает тебе посвящение. Во время посвящения у тебя появляется вот такой мастер, просветленный мастер с пятого уровня, с которым ты чаще всего потом и будешь общаться для того, чтобы заниматься исцелениями на этом уровне. Мне так повезло, что у нас и породы передаются, и первый мой духовный учитель, ее зовут Тамара Ивановна, она как раз была целителем на пятом уровне. Очень интересный способ меня к ней привели. Никогда не знаешь, как появится учитель в твоей жизни. Ну, вы уже знаете, у меня несколько образований, одно не психологическое. И я очень люблю работать с большущим залом, 250, 1000, 2000 человек, вот это наш формат. И я действительно очень люблю работать в таком формате, потому что можно делать за счет таких больших энергий просто необыкновенные изменения в жизни в жизни каждого человека, который есть в зале. Поскольку я много лет работаю, то как бы, ну, это кайф, который невозможно создать для человека в персональной работе. Там за счет синергии участников просто супер вообще можно делать. И вот провожу такое занятие, подходит ко мне женщина в конце и говорит, Лена, я очень хочу, чтобы вы у нас в городе провели такое же занятие, у меня уже собраны люди на завтра, у нас должен выступать другой мастер. Он еще выступит, он из нашего города, если можете, давайте мы полетим сегодня ночью и вы у нас проведете занятия. Ну, ладно, у меня 4 дня выходных, мы полетели мы туда, провожу занятия, через 2 дня подходит ко мне женщина, говорит, Лена, я вас так много слышала, пожалуйста, я вас очень прошу, вы можете у нас в городе провести занятия? Я говорю, слушай, ну, мне как бы же домой нужно, у меня 2 дня выходных, у меня дальше расписание очень плотное. Она говорит, Лена, 2 дня же есть, ну, пожалуйста, я ночью прозвоню всех своих, соберу, и мы просто проведем, потому что очень далеко от тебя лететь, отсюда полтора часа, а с твоего города очень далеко. Ну, думаю, ладно, если человек соберет замуж, давай поработаем. Она собирает больше 100 человек в городе Самара, это было больше 10 лет назад, прилетаю я в Самару, веду занятия, всем очень нравится, замечательно, вечером спускаться со сцены, а у меня очень болит нога. Ну, так уж было тогда, что пока я работала, там не чувствуешь, тело исчезает, оно не хочет ни пить, ни кушать, ничего, оно не чувствует, ни боли, его просто нет. Там другие энергии ходят, другие вибрации. А вот когда я заканчивала работать, ну, начинала болеть нога. И врачи ничего не могли обнаружить, потому что утром, когда я шла к врачу, уже ничего не болело. Я прошу, вызвать мне, пожалуйста, такси, потому что я правда не могу дойти, болит ножка. Она говорит, слушай, давайте к бабке отведу. Говорю, слушай, ну давай болеть нога, ну посмотри хоть, что такое бабка. Я говорю, ну честно, я не верю в бабок, я вообще никогда не верила, я вообще некрещеная. Она говорит, ну не понравится, уйдешь. Думаю, правда не понравится, уйду. Приезжаем к бабке, там абсолютно сияющая женщина, 65-летняя, просто сияние любви от нее идет. Она делает мне диагностику, она за час вылечивает все, что может вылечить в моем организме. Я хорошо знала, что у меня как дисбаланс. Она, говоришь, позвоночника убрала, от которой болела нога, язву желудка убрала, ну и так далее. Подчинила все, что могла. И она же стала моим первым духовным учителем. Я очень много ездила, потом к ней училась у нее. И посвящение пятого уровня как раз вот от Тамары Ивановны. И меня всегда удивляло, что казалось бы, ну так замечательно, такие высокие энергии, работаешь с просветленным мастером. Во время посвящения, помните, появляется просветленный мастер, у которого ты просишь энергию. И вам могу рассказать, как происходит целительство на пятом уровне технически. Но первое, что важно, и на четвертом уровне на уровне шаманов, и на пятом уровне важна техника безопасности. Потому что энергия идет через тело целителя. А это значит, что целитель может перетянуть на себя какой-то негатив, негативную энергию. Поэтому, как правило, обязательно при обучении первое, с чего оно должно начинаться, это с техники безопасности. Почему рассказывают? Потому что большинство школ работает на этом уровне, чтобы вы могли понимать вообще, к какому мастеру вы попали. Затем происходит очищение человека. В разных школах это делают по-разному. Чаще всего делают отливание. Можно на воск, на молоко, на воду, можно свечами чистить, можно яйцами чистить, можно рамочками чистить. За словом, такое обнуление происходит. Есть некоторые школы, которые такое обнуление вообще считают исцелением. Ну, как бы, на мой взгляд, это так немножко профанация, потому что просто чистый отлив, чистое обнуление. Но через 5 минут точно так же могут прийти негативные энергии и сесть обратно. То есть это никак не является исцелением, это просто обнуление. Это подготовительная стадия к тому, чтобы дальше уже заниматься исцелением на пятом уровне. А затем, в зависимости от того, что человек просит, исцелитель просит у просветленного мастера энергию, либо подключает человека в какой-то канал. Опять-таки, этот канал, это канал кого-то из просветленных мастеров. И в человека закачивается энергия, высокочастотная энергия мастеров. Человек очень радуется, потому что действительно наступает исцеление, иногда с первого, иногда с третьего, с пятого, с десятого раза, потому что закачивается реально высокочастотная энергия. Как правило, на пятом уровне есть много атрибутов всевозможных в зависимости от школы. Допустим, если это христианские игры, то это будут иконы, свечи, большое количество молитв, большое количество разных таких стишков, заговоров, которыми все это делается. И если вы слышите, что человек при исцелении обращается к кому-то из мастеров, к Иисусу, не знаю, кто там сейчас, к району, к ангелам, к архангелам, к атлантам, знаете, что это школа пятого уровня. Если вас подключают к какому-то каналу, это все равно будет канал, просветленного мастера, это школа пятого уровня исцеления. Все замечательно, есть только одна такая удивительная вещь, что исцеление будет временным. По той простой причине, что происходит просто закачка энергии, и сам человек не участвует в процессе. И для того, чтобы было понятно, как на самом деле происходит чистое, полное исцеление, я могу вам рассказать, каким образом вообще развиваются разные этапы дисбаланса в болезни. Если это вам интересно, напишите, пожалуйста, циферку 10, и я вам тогда об этом расскажу. То есть, почему на пятом уровне болезни возвращаются к людям, и тогда люди говорят, целитель не помогает. Да, он временно сделал исцеление, заболевание вернулось. Убрал грыжу полуночника, она вернулась. Убрал язву, через год, через два она появляется снова. Все школы пятого уровня закачивают энергию в человека, но при этом исцеление будет временным. Хотя, о, как хорошо. Итак, что происходит? Как вообще развиваются болезни? Давайте с этим разберемся. Ага, на пятом уровне. Ладно, давайте на пятом уровне. Ну, говорят, что все болезни от нервов. Слышали такую замечательную фразу? Вот, нервы тоже делятся на две большие категории. Давайте говорим по стрессу. Бывает обычный стресс, бывает стресс-стресс, такой крутой стресс. Сейчас уже немножко психологии вам расскажу. Обычный стресс, человек его помнит, он на уровне логики, с ним нужно работать любым методом, которому, например, учили меня на вкультете психологии. То есть 75% времени на вкультете психологии мы занимались тем, как помочь человеку выйти из стресса. И для этого существует масса всевозможных теорий. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы это делаете, как вы выходите из обычного стресса. Начиная от того, чтобы пойти на йогу или поплавать, или побегать спортивными всякими способами, есть масса психологических методов. Начиная с арт-терапии, гештальт-метод, я уже сейчас подвечу, просто эти страшные слова, но побудете психологии, которые мы оперировали. Я всегда пугалась и говорила преподавателям, зачем вы так тяжело и сложно разговариваете? Они говорят, для того, чтобы наши пациенты понимали психологический язык. Я говорю, зачем вы пугаете людей такими ужасными словами? В общем, любая теория, которую вы слышите, страшным словом зашифрованная психология, это, как правило, направленная на работе со стрессом. Вот метод РПТ в том числе, пишет Женя, совершенно верно. Молитвами можно работать со стрессом. Но опять, молитва – это очищение только, да, это не метод работы со стрессом, это просто очищение, вибрация, которая дает очищение. Итак, мы сейчас с вами говорим не об обычном стрессе, потому что очень много специалистов по этому поводу, масса психологов, которые с этим работают, можно вот с физическими, если можно, методами с этим работать. А мы говорим с вами сегодня о стрессе-стрессе, потому что вот это мало кто знает, но именно он является причиной главных дисбалансов в теле, то есть душевной боли и болезни. А вы ждать будете. У вас сейчас будет очень интересно и обыкновенный вечер о том, как устроено ваше тело и ваше с ним происходит. Итак, стресс-стресс, это когда очень сильное воздействие, настолько сильное, что логика сознания не в состоянии его переработать. Если обычный стресс, то просто неприятно, да, дискомфортно, да, дисгармонично, но в принципе, ты понимаешь, что это стресс-стресс. Когда идет стресс-стресс, у человека такое шоковое состояние, что он поверить в это не может. Напишите, пожалуйста, в чат, какие в вашей жизни были варианты стресс-стресса. Когда человек просыпается утром, вспоминает о том, что это произошло, и с ужасом думает, что все, что чего он хочет, чтобы этого не было в его жизни. Никогда. Он отказывается сознанием воспринимать эту информацию. Например, там, измену близкого человека дает такое состояние. Или, например, уход из жизни близких дорогих людей. Измены предают. То есть, это совершенно верно, Таня. Или какие-то очень сильные травмы физического тела. Вот это все стрессы-стрессы. Аборт, когда делает женщина, тоже узнаешь, что у нее нежеланный ребенок, ей нужно идти на аборт, для нее тоже очень сильный стресс-стресс. И тогда что происходит? Сознание отказывается это принимать. Травму на физическом уровне точно же. И тогда это негативная энергия, которая возникает в момент стресса, стресса, обиде, злость, гнев, ненависть, ревность и так далее. Все это проваливается в бессознательное. Причем проваливается, записывается так, что называется без числа, без адреса. Потому что сознание просто отказывается, бух, бессознательное провалило его. Разочарование в близком человеке. Да, спасибо большое. Дальше. У человека наступает шок. То есть где-то неделю длится шок, когда он не может смириться с этим, не может поверить в то, что произошло. Во время шока вот эта энергия бессознательного, спокойненько начинает бродить по организму. И у человека начинается душевный обод. Когда по анализам все хорошо, а душа болит. Пишите плюсикам, кто когда-нибудь испытывал это чувство, когда болела душа. Говорят, люди рвет душу, не сыт мне столь на рану и так далее. То есть вроде бы по анализам все хорошо, а душа болит так, что человек ни о чем думать не может. Ему так больно. Это боль как бы сродни физической боли. Но при этом тело вроде бы как целое остается. А вот эта душевная боль при сильном стрессе-стрессе может длиться год, может длиться два года. Больше двух лет считается уже полной аномалией, нужно срочно идти к специалисту. Но представьте себе, год душевной боли. Кто это испытывает, тот знает, что это за чувство. Каждый день оно болит. Но при этом по анализам все нормально. Ты должен ходить на работу, и ты общаешься с другими людьми, а душа рвется и болит. Эти негативные энергии, которые провалились бессознательно, бродят по телу. Потом, через год, через два, они присаживаются на какой-то орган. И своей низкой частотой, низкой вибрацией начинают воздействовать на здоровый орган, который высокочастотный. Вот с этого момента начинается то, что мы называем соматика. Соматические изменения. Ну еще там, вегетососудистые бывают изменения. Что такое соматика? Чем отличается от болезни? Это когда человек понервничал и заболел какой-то орган. Он ничего не делал, просто успокоился, орган перестает болеть. Напишите, пожалуйста, в чат, как у вас проявляется соматика. Это может быть там, поднимается давление, потом сама опускается. Это может быть болит голова, потом сама проходит. Это может быть болит животик, потом сам проходит. У кого-то аллергия высыпает и так далее. То есть смысл в чем? Что понервничал, оно появляется, проявляется. Болит, успокоился, все само прошло. Пишите, как это у вас бывает. Чем опасна соматика? Тем, что люди ее не замечают, потому что оно уже само проходит. Они делают вид, ой, как хорошо, все само прошло, все нормально. на самом деле орган кричит и плачет и просит о помощи. И соматика может длиться год, два, пять, десять, пятнадцать лет. Пока вот эта низкочастотная вибрация, конец, этот бедный орган, не колдыкнет, и тогда начинается уже настоящая болезнь. И только вот с этого момента, когда у человека уже болит постоянно, врачи говорят, у вас болезнь по анализам видна. То есть смотрите, был стресс-стресс, потом был шок неделю, потом год или два, душевная боль, потом несколько лет, а иногда больше десяти лет, соматика, и только после этого уже сама болезнь приходит. И люди спохватываются уже только тогда, когда сама болезнь. И вот к целителю пятого уровня люди приходят либо на уровне душевной боли, что реже бывает, либо на уровне уже физического заболевания. И тогда целитель пятого уровня благополучно закачивает этот орган позитивной энергией, высокой частотной энергией. Вот здесь смотрите, мне когда показывают орган, когда я спрашиваю, какие там дисбалансы от орган, и сверху на нем такая прослойка серого, серая вот этой негативной энергии, низкочастотная, злость, обида, гнев, что там провалилось у бессознательного человека. И получается, что закачиваешь на пятом уровне энергию между органом и вот этой серой прослойкой. Она сейчас очень примитивно вам объясняет. Получается, как такая подушечка из высокочастотной энергии. Орган типа выздоравливает, типа выздоравливает, типа происходит исцеление. Но серая энергия негативная никуда не делась. И она постепенно, таки дойдет опять до органа, постепенно вот эту высокую вибрацию уберет. И он заболевание вернется обратно. Вот почему на пятом уровне, как бы это ни прекрасно было, как бы люди не любили целителей пятого уровня, исцеление будет временно. Потому что не убрано. Что? Совершенно верно. Потому что не убирается причина. Причина в теле осталась никуда, она не делась. Просто закачали высокочастотной энергии. Мало того, еще такие техники, например, как расстановки, которыми, допустим, психологи пользуются. Расстановки на самом деле используют вот эти самые вибрации, которые в том числе закачиваются. Но все дело в том, что это тонкие вибрации. Психологи не владеют этой информацией. И тогда получается, что люди могут перетягивать на себя вот эти негативные энергии. И любая техника должна использоваться профессионально, чтобы люди понимали, что происходит. И есть техники, которые на стыке психологии и эзотерики. Если не владеешь эзотерикой, то как бы можно очень сильно навредить человеку. А приотер пишет, потому что человек возвращается в свою среду болезнодную. Не в том дело. Можно вернуться в среду болезнодную, но при этом убрать полностью источник происходящего. Источник не убирается. Вот в чем дело. И когда я спрашивала у своего учителя, ну вот они же возвращаются к вам? Они говорят, да, возвращаются. Ну как же так? Ну вот почему они возвращаются? Она говорит, ну вот так вот. Мне всегда было интересно, уже как психологу интересно. Неужели нет какого-то способа, чтобы можно было так поработать с человеком, чтобы действительно навсегда убрать вот этот дисбаланс с его темой? И только какого-то уровня на планете действительно существовали только школы эзотерические пятого уровня. Планеты меняются, энергии меняются, вы знаете, мы развиваемся. И сейчас есть другие вибрации, с которыми можно работать. И о которых, собственно, я и хочу вам сегодня рассказать. Вот он пятый уровень. И по большому счету девиз пятого уровня шоу опять? Я скажу вам честно, человеку, который исцелял с помощью рук, да, просишь у просветленного мастера энергии, дают тебе в руки, направляешься на этот орган, не знаю, язва желудка за 7 минут зашивается, грыжа позвоночника за 7 минут убирается. Все так замечательно, оказалось, что могло бы быть лучше? На самом деле есть более тонкие, более продвинутые техники, которые можно пользоваться. Потому что, когда вы пользуетесь услугами целителя пятого уровня, просто знайте о том, что это временное исцеление и болезнь возвращается, потому что не убирается источник. Да, невозможно убрать, пока не будет осознанности самого человека. Спасибо большое за вашу мудрость и продвинутость. Поэтому давайте смотреть, что же есть на более тонких вибрациях. Шестой уровень, через который мы проходили с вами, когда поднимались в вибрациях, это уровень законов. Законов, вселенских законов, по которым живет человек, по которым устроен в том числе и наш третий план. Особенностью третьего плана, на котором мы живем, это то, что здесь есть разделение. Мы разделены на мужчин и женщин, на день и ночь, на твердое, мягкое, на более высоких духовных уровнях. Этого разделения нет. Там чистые энергии, которые перетекают друг к другу. И вот душа выбирает воплотиться здесь, на третьем уровне, потому что тут есть определенные законы, в том числе закон разделения, который помогает развиваться. Это тот опыт, который невозможно получить, находясь на более высоких духовных вибрациях. Это не те законы, к которым мы привыкли. Вот как действуют такие законы. Вот смотрите, картиночку для вас нашла. Вот эта железная преграда, которая преграждает путь на дорожку. Это тот закон внутренний, по которому живет человек, выдав вам большой секрет, большинство людей не понимает, по каким законам они живут. Но этот закон, как у лошадки, так шоро, так тунг, и вот этот мальчик вообще не видит других возможностей, как выйти на эту тропинку, кроме как преодолеть этот металлический барьер. Вот точно так же работают законы, которые мы называем личными законами человека, либо родовыми законами, родовыми программами, еще их называют законами кармы, когда человек просто не видит других возможностей. Когда-то этот закон ему служил, ему, роду, а потом он перестает служить в силу разных причин. А человек по-прежнему продолжает жить, его использует, потому что не понимает, по каким законам жить. И тогда получается, как у этого мальчика, огромное количество возможностей, а через заборчик перелезть он не может, выйти на тропинку. И поэтому, когда работаешь на седьмом уровне вибрации, в отличие от всех предыдущих, здесь появляется совершенно другой уровень и возможности. Чем отличается работа на седьмом уровне вибрации? Тем, что здесь исцеление происходит за счет того, что человек убирает причину происходящего. Потому что важно не просто закачать энергии, как это делается на пятом уровне. Важно, чтобы человек пропустил через свою систему убеждений, чтобы он поменял свои убеждения, свои внутренние законы. Вот тогда энергия автоматически как бы перещелкнется, уйдет негативная энергия, на ее место зайдет позитивная энергия нового закона. Это по-умному. Теперь на пальцах я буду рассказывать. Кому интересно, пишите, пожалуйста, циферку 7, и я расскажу вам, как же работают вот эти энергии седьмого уровня, чем они отличаются от всех энергий, которые до этого существовали на планете, которые использовались в исцелении. Энергии духовных вибраций. Вижу ваши сниженочки, но давайте будем разбираться. Я, по ходу, буду вам рассказывать, как я веду прием, чтобы вам сразу было понятно, что, собственно говоря, происходит, как работают энергии седьмого уровня. Практика очистки от негативных родовых программ, о которых я обещала вам, собственно говоря, рассказать. То есть, что важно? Бывает опыт, который пришел к человеку в этой жизни. Вы называете базовым опытом. А бывает, когда в роду по папе или по маме или в прошлых воплощениях человека была какая-то ситуация, какой-то стресс-стресс, и человек с ним не справился. Вы знаете, абсолютно все болезни даются человеку как уроки, чтобы он чему-то научился. Вот если в вашем роду кто-то не взял урок, не научился, то дальше это запишется в гены и будет передаваться по роду. Вот все знают, что есть болезни, которые передаются по роду. Напишите, пожалуйста, в чат, какие такие болезни вы знаете. Это видно, внешне видно по человеку, когда у него по роду передаются какие-то заболевания. Частенько это можно увидеть даже внешне. Но мало кто знает, что точно так же по роду передаются и душевные болезни тоже. Но вы тоже можете их увидеть. Сейчас я вам расскажу и вы увидите. Выглянитесь вокруг себя, на своих знакомых, друзей, на свою семью, может быть. Когда у бабушки, например, в войну погиб муж и больше на замуж не вышло. Потом у мамы один брак, второй брак, оба неудачных и так как бы без мужа и жила дальше. У дочки и умница и красавица и зарабатывает и все хорошо и как бы внешне вроде симпатяшка, а с мужчинами не складывается. Пишем, пожалуйста, плюсик, кто хоть раз в своей жизни видел такую ситуацию у реальных людей в вашем окружении. Это называется родовая программа. Ее можно увидеть невооруженным глазом. Физического нарушения вроде как и нет. Но при этом произошло изменение, которое передается по роду, передается в генах. и это дисбаланс душевных отношений. А помните, мы говорили, как развивается любая болезнь? И душевная болезнь это тоже болезнь, душевный дисбаланс. И он тоже передается по роду, если стресс-стресс не отработан. И отработая на седьмом уровне, важно убирать стресс-стресс. Как это делается? Раз это все уроки, то в начале, тогда приходит человек и говорит, Лена, у меня это... Первое, что я спрашиваю дворца, как давно на самом деле это произошло. И мне прям показывают циферку. Пять лет назад, семь лет назад, двенадцать лет назад. Я спрашиваю человека, скажите, пожалуйста, что в вашей жизни было двенадцать лет назад? Какой был сильный стресс? Как правило, первый ответ не помню. Потому что этот сильный стресс, он же бессознательно провалился. А потом человек говорит, ну, вообще-то, вот такое у меня тогда произошло. О, да, так у меня вот такое тогда было. И я ему объясняю, каким образом тот самый стресс-стресс вызвал эту болезнь через двенадцать лет. Человек говорит, ого, ничего себе. И для того, чтобы навсегда избавиться от этого дисбаланса, мы будем работать вот с тем самым стрессом, который произошел тогда. Потому что именно благодаря его воздействию негативная энергия села на этот орган и вызывает вот все эти неприятные ощущения, с которыми человек пришел. Можно бы работать на пятом уровне и просто тупо закачать энергию туда, но это будет временно. Хотя людям это очень нравится. Но это будет временно. Я люблю работать тонко, профессионально, так, чтобы болезнь уходила навсегда. Что душевная, что физическая болезнь. И тогда что важно? Заменить вот этот самый устаревший закон. А чтобы его заменить? Ну, для начала человеку важно понять, а вообще, что это за закон, который вызвал этот дисбаланс. Потом, на какой другой закон он хочет его поменять? Давайте так говорим. Законы, внутренние установки, психология, это называется негативные психологические установки, называют еще родовые программы, называют их законы кармы, одно и то же самое. Это все слова-синонимы. Только карма, это как бы распространяется еще на членов рода, да, там негативная установка это уже у тебя. Но и негативная установка как раз и передается по роду. Потому что люди не понимают, что она для них есть там в их бессознательном. Все, найдите установочку, замените ее на другую для того, чтобы она заменилась. Важно, чтобы человек взял уроки. То есть он понял, для чего ему дана была эта ситуация. Ему, его роду, или ему в его воплощениях, или ему в этой жизни. То есть работа с кармическими законами, это на самом деле работа с какой-то конкретной ситуацией, которая в твоей жизни была. Она будет повторяться в жизни каждого члена рода до тех пор, пока кто-то с ней не разберется. И этим кто-то можешь быть ты. Представляешь, как круто. То есть работая с какой-то ситуацией, которая произошла в твоей жизни, с каким-то стрессом-стрессом, как только ты берешь уроки, меняется структура ДНК, и дальше у всех в роду, рожденных, нерожденных, у всех дальше уже другая структура ДНК. Род избавляется, очищается от этой негативной программы от этого закона. Если ты этого не делаешь, то дальше это будет продолжаться до тех пор, пока в роду не появится кто-то, кто с этим разберется. И обратите внимание, никакой колдун, никакая гадалка, никакой экстрасенс не может сделать это за тебя. То есть, когда вы приходите на прием, и кто-то вокруг вас ходит, шипотит, бубанит, пасы руками делает, свечки горят, все красиво, и говорит, все, все расчищено, ваш рот расчищен. Вы понимаете, что это пятый уровень в лучшем случае духовных вибраций, и что оно вернется обратно, потому что временно, в лучшем случае, вас закачали позитивную энергию просветенных мастеров. это есть осознанность в состоянии здесь и сейчас. Замечательно. Кроме того, чтобы быть в состоянии здесь и сейчас, важно еще осознанность заменять эти установки. И вот это как раз искусство, которое мне очень нравится в технике тета-хилинг. Можно делать это разными способами, можно делать психологические методы. Это будет очень долго. Я как профессиональный психолог прекрасно понимаю, что то, чему я училась в институте, у меня оба дети психологи. Это все прошлый век. Это так долго, это так длительно, это иногда бывает мучительно, это занимает огромное количество денег, которые человек выкладывает на эти консультации. Да, можно сделать, но как бы цена времени и денег достаточно дорогая получается. Кроме того, там не заменится энергетически. А вот здесь, когда ты работаешь с теньками седьмого плана, это все происходит очень мягко, очень быстро и очень красиво. Кроме того, то есть основная работа, это работа вот с этими законами. То есть отличие работы на седьмом уровне духовных вибраций в том, что навсегда убирается этот стресс, стресс, то есть это негативная энергия в тот момент, когда человек взял уроки и загружается новый закон, она прям физически, физиологически, эта энергия уходит из тела. Так, переключается, загружается новый закон. Представляете, какое волшебство? Это просто супер. Вот это настоящее волшебство, как по-моему. Потому что от этого уровня меня волшебство не устраивало. Да, заканчиваешь, да, исцеление есть, бах, человек приходит через полгода, через два года. Это очень выгодно целителю. Но как-то теперь я понимаю, что я бы не хотела, чтобы со мной работал целитель пятого уровня, потому что я реально понимаю, что оно вернется до тех пор, пока не отработаешь программу. Вот поэтому я хочу вам об этом более подробно рассказать. Кому интересно, пишем цифруку нолик и слушаем дальше. Как же это все делается? В зависимости от запроса человека, что происходит. Я вам специально подавляла вот те запросы, с которыми чаще всего люди приходят. Ну, первое, что делаем, кроме того, помните, основная работа – это заменить программу. Для того, чтобы это делать, важно, чтобы у человека был как бы внутренний ресурс для этого. Потому что если он приходит на уровне душевной боли, то там ресурса вообще нет, когда острая боль. То есть энергия настолько слабенькая, что прям печалька-печалька. А вот если человек приходит уже застарел или какими-то вещами, и когда я начинала с ним работать, и оказывается, что это там какая-то обида, которая уже там десятков лет, или какая-то злость на партнера, любая негативная энергия, которая когда-то была стрессом-стрессом, а потом провалилась бессознательно. Самое интересное в бессознательном, человек ее не помнит. Сейчас я вас спрошу, давайте будем начинать делать практики. Были ли в вашей жизни когда-нибудь отношения мужчины-женщины, которые вам ну совсем не хочется вспоминать? Ну, такой стресс-стресс был тогда. Это вроде бы как забыл, вроде бы как простил, пишем плюсик, у кого такое было. Ну, они не забыли, простил, ты же продвинутый, правда, ты там техниками прощения по работе обычными. Ну, почему-то иногда, когда ты слышишь музыку какую-то, вдруг раз и наказывает. Почему-то иногда, когда ты смотришь фильм, и там какая-то похожая ситуация, вдруг раз и подступает к кому-то, горло и слезы к глазам. Никуда эта ситуация не делась. Она просто в бессознательном сидит, она там на органах лежит. Вот в чем опасность стресса-стресса. Внешне кажется, что все забыл, все простил. А на самом деле она никуда не делась. Вот почему я так люблю техники седьмого уровня. И первая задача моя как мастера поработать очень мягко, аккуратно, в безопасном пространстве с человеком так, чтобы он разрешил себе поднять эту программу. Вот Настя пишет, это называется маячки. Это называется не маячки. В психологии есть правильное название, классическое. Но можно условно назвать и маячки. Неважно, как вы это называете. Это называется триггер. Правильное официальное название. То, что вот эта эмоция поднимается, когда срабатывает какой-то триггер. Официальное психологическое название. И, как правило, человек не знает, почему именно на этот триггер у него поднимается эта программа. И вот тогда человек приходит ко мне, и я не буду искать его триггер. У меня есть свои способы, очень легко и быстро, мягко, аккуратно. Сделать так, чтобы у человека эта программа поднялась, потому что работать с ним можно только тогда, когда мы ее выведем на уровень сознания. А вот дальше очень аккуратно с ней работаем. Заменяется вот эта установка, берутся уроки. И я прошу Творца, чтобы когда стаканчик опорожнился, уроки взяты, можно было загрузить новую программу, которую опять-таки сам человек и формулирует. Кроме этого, что делается еще? Как бы наполнение ресурсов нужно сделать. Нужно собрать ту энергию, которая распылилась по жизни, которая уходит просто так. Делаем практику. Есть такое понятие энергетические крючки. Сейчас буду вас спрашивать, будете вспоминать свою жизнь и писать мне плюсики, у кого такое было. Мы поговорили с человеком, поговорили не очень удачно. Пришли домой и продолжаете внутри с ним разговаривать. Он уже забыл, что вы там общались. А ты ищешь аргументы, доказательства. Пишем плюсики, у кого такое было. Вот это называется силный энергетический крючок. Если ты сейчас вспоминаешь такие ситуации, то эти крючки работают до сих пор. То есть твоя энергия по-прежнему уходит на этот крючок. Спасибо за ваши плюсики. И тогда можно попросить творца, чтобы он завершил вот этот отток энергии на эти самые крючки, которых по жизни, представляете, сколько было. Смотрим, куда еще у человека уходит энергия. Есть такое понятие психические атаки, энергетические нападения. Что это такое? Делаем следующую практику. Вспоминай, пожалуйста, была ли в твоем детстве такая ситуация, что кто-то из взрослых несправедливо тебя отругал, наказал. Пишем, пожалуйста, циферку 1, у кого такое было. Но вас реально несправедливо отругали. Например, у вас был братик или сестричка, он нашкодил, отругали вас. Ну и так далее. То есть вы никак не заслуживали, что с вами так поступили. Спасибо за ваши единички. Тут называется психическая атака или энергетическое нападение. А теперь давайте, будучи взрослыми, посмотрим на эту ситуацию другими глазами. Напишите в чат, почему взрослые вообще кричат на детей. И не только на детей. Почему вообще взрослые кричат, пишем. Меня напугали смертью родителей. Почему вообще взрослые кричат, ругаются? Спасибо большое от бессилия. Точно. Они не знают, как поступить в такой ситуации. И тогда они начинают кричать. И возможно, что в жизни твоих родителей, или те взрослые, которые тогда на тебя накричали и ругались, что-то такое произошло, что вообще к тебе не имело никакого отношения. Там мама с папой поссорились, и ты попал под горячую руку. Или там у папы новый начальник, который на него накричал на работе, и тут он пришел домой, и ты тут под горячую руку. Или, допустим, у мамы месячные, а тут ты под горячую руку. Ну и так далее. Это, скорее всего, вообще было не о тебе. Сейчас, оглянувшись назад и зная ситуацию, только ты знаешь, что там была ситуация, напишите цифру 2, кто где-то интуитивно понимает, что, если честно, это вообще было не о тебе. Это реально просто попал под раздачу, то, что называется. Взрослые у них были какие-то свои проблемы, они не знали, как это решить, и вот как бы на тебя и накричали, и на шлопали. Пишем цифру 2, кто сейчас, оглянувшись назад, может это увидеть. Ну, это классический вариант психической атаки. Очень часто люди делают психическую атаку, даже не желая этого сделать. Очень редко бывает, когда это делается сознательно. Спасибо за ваши двоечки, что вы это видите. И представляете, вот сейчас посчитайте, сколько лет вы держите эту ситуацию в голове, сколько лет вам тогда было в детстве, когда вас поругали, и сколько лет вам сейчас. И напишите в чат разницу, сколько лет эта ситуация тянет из тебя энергию. Пишем в чат. Разница между твоим возрастом сейчас и тем возрастом, когда произошла ситуация. Сколько там лет получается? И это только одна ситуация. А сколько их в твоей жизни было? А сколько их было, когда ты был уже взрослый, у тебя что-то на работе там не срослось? А сколько их было в отношениях мужчин и женщин, когда получилась психическая атака просто от того, что не знал, что делать? Спасибо. Ой, 35 лет тянется. 35 лет эта ситуация сосёт из тебя энергию. Представляешь? И вот тогда, когда человек приходит, помимо того, что мы работаем с программами, я ещё делаю всё возможное, чтобы вернуть максимальное количество энергии к нему обратно. 40 лет у Веры тянется ситуация. Понимаете, 40 лет отток энергии просто на шал. Это только на одну ситуацию. Извините за бедность речь. А сколько их было? Представляете, сколько энергии уходит? Есть такое понятие проклятие, привороты, обеты, запреты. Что это такое? Вот иногда приходят ко мне, говорят, о, у меня род проклят. Сделайте что-нибудь. Я говорю, что ты решил, что род проклят? Ну вот мне так кажется. Или мне там рассказывали, что какая-то там моя бабушка, прабабушка, или соседи там проклинали на что. Ну, во-первых, чтобы проклять, или наложить проклятие, как правильно сказать, народ, это должны собраться вместе несколько очень сильных, чёрных, каких-то негативных. Представителя профессии под названием чёрная магия сговориться, в одном месте собраться, одновременно направить энергию. Ну, дорогую удовольствие, согласитесь? То есть, чё вообще бывает совершенно по-другому. Ну, а сейчас сделаем очередную практику. И вспоминай, пожалуйста, в своей жизни, как часто у тебя бывает, что ты бываешь с собой недоволен, себя ругаешь. Пишем, пожалуйста, письмо, у кого такое бывает. Когда злишься на себя. Спасибо за вашу честность. Вот это называется самопроклятие. Когда ты сам сознательно внутрь себя вкладываешь негативную энергию. И это происходит чуть ли не каждый день. И это просто уже привычка. Это называется самопроклятие. Самое сильное воздействие – это то, что человек сам на себя делает. Никакое внешнее проклятие не сравнится с самопроклятием. Когда ты каждый день засовываешь туда негативную энергию, она накапливается. Это тоже касается проклятия. Но кому еще хочется себя ругать, можете продолжать это делать. Вы понимаете, что потом мне надо жаловаться, что у меня там болит, тут болит, и мало энергии, и я устаю. Обеты-запреты. Что это такое? Ну, вообще, обетов, ну, поскольку я, как бы, сплотно этим занимаюсь, у меня даже где-то был листочек-распечаточка, вот когда работаю с человеком, то я использую, чтобы показать ему, ну, здесь рядышком, какое количество обетов вообще в принципе бывает у людей. Это такая страничка стандартная, разделенная пополам, у два столбика, все это могут быть разные всевозможные обеты. Откуда они берутся? Ну, чаще всего в роду, либо в твоих прошлых воплощениях, когда люди вольно или невольно сами на себя накладывают обеты или сознательно берут обеты-запреты. Что это такое? Например, если в вашей жизни кто-то из родственников кровных родственников был служителем любого церкви, любого верования, любого направления? Напишите, пожалуйста, в чат, кто знает, вам рассказывали, что у вас кто-то из вашей родни был церковно служителем, не важно какой конфессии, не важно в какой стране. Пожалуйста, пишем, у кого такое есть, кто знает. Ну, либо в своих прошлых воплощениях вы были служителями, вы были представителями какой-то церкви. Вот Таня пишет плюсик, если бы еще написала, что там было, было бы замечательно. Ну, давайте я посмотрю. Кто дает разрешение, чтобы я посмотрела, были ли в ваших прошлых воплощениях церковные воплощения, напишите восклицательные знаки, и я посмотрю. Я без разрешения не имею права внедряться в ваше пространство. Пока вы пишете. Ну, вот давай, Таня, от тебя и посмотрим. Возвращение в священном случае, покажи мне, пожалуйста, были ли в прошлых воплощениях у Татьяны воплощения служения. Таня, было, шаманское было воплощение одно, и было воплощение, когда ты была в высоком сане, ну, судя по одежде, это какая-то из христианских церквей, и было у тебя мужское воплощение, когда ты опять-таки в высоком сане была, это не классическая православная церковь, это, как же это называется, это такое длинное строение, и такая высокая башенка есть, не собор, а вечер, видите, устала, забыла, зрительно вижу картинку, сказать не могу. Ну, там, где ксензы, вот это направление. Там, друзья, как три, уже три, это только у тебя в твоих воплощениях прошло, причем ты видишь, ты в высоком сане всегда была, и у нас девочка совсем непростая. Это я про Таню Маликова говорю. Так, смотри, когда ты пишешь у меня, посмотрите, пожалуйста, при этом у тебя ЮТ стоит, я могу посмотреть только по имени, по твоему истинному имени, которым ты называешься в жизни. Когда это шифрованные все вещи, у меня иногда говорят, что нужно, чтобы к вам насел, что вам фотографию, нужны мои данные, мне ничего не нужно, мне нужно только ваше имя. Все, я спрашиваю по имени, мне дается информация. Хорошо, идем дальше. Представьте себе, когда у человека, у самого в жизни были такие воплощения, либо в его роду, кто-то был в служении. Что это значит? Это значит отказаться. Вот вкусно поесть, когда хочешь, от отдохнуть, когда хочешь, от поспать подольше. Иногда это отказаться от иметь детей, иногда это отказаться от иметь половые отношения с партнером. Представьте, сколько нужно поставить самому себе запретов, чтобы это выдержать. И это не на неделю, не на месяц и даже не на год. Это на жизнь. Представляете? А плюс все обряды, посвящения, клятвы, которые при этом даются. И вот тогда оно служило. Для чего-то это было нужно. Оно каким-то образом помогало развиваться, тебе или твоему роду. А сейчас другое время, другие вибрации, другие возможности. А все эти обеты и стоят, они никуда не делись. Особенно те, что сами себе поставил запреты всевозможные тогда. И оно работает до сих пор. Оно передается у вас по крови, по генам, оно передается в своих прошлых воплощений для тебя. Пока это не завершишь, не закончишь. И тогда что получается? Что в этой жизни, ну например, смотрите, если у вас по роду кто-то в роду попал под раскулачивание, попал под переселение народов, под голодомор, под войны, когда забирали мужчин, там Первая мировая, Вторая мировая, под революции, когда там, допустим, у вас было какое-то хозяйство плюс-минус зажиточное, а тут пришли, все разграбили, еще подожгли и чуть не расстреляли. И тогда у кого-то из ваших предков совершенно спокойно могло стать такое убеждение внутреннее, что зачем зарабатывать, все равно заберут. Или если это было связано там с убийством, с сожжением и так далее, там это может стать установкой, я не просто сейчас говорю, я читаю ваши программы, вы понимаете, и могла стать установка, что вообще зарабатывать много, это опасно для жизни, мне нужно иметь много денег, потому что тебя просто могут убить. И тогда что получается? Оно было в очень эмоциональном состоянии, это стресс, стресс был для человека, встала вот эта установка негативная, и дальше пошла порода передаваться. И тогда получается, что уже в этой жизни, здесь, сейчас, человек работает, старается, и образование есть, и умничка, и реально много заработать не может. Даже если зарабатывает, оно куда-то как сквозь пальцы утекает, возникают какие-то срочные выплаты, которые нужно сделать, да что ж такое? А все очень просто, потому что на самом деле просто стоят вот эти негативные программы, или обеты, или запреты, которые все это блокируют. А поскольку это было в прошлых жизнях, или в прошлых воплощениях, или у тебя в работе, об этом вообще можешь даже не знать. И тогда, когда приходит человек на консультацию, то первое, что я делаю, я спрашиваю, с чем мы работаем, потом, если это, мне показывают, что это стресс-стресс, я спрашиваю, что произошло тогда. И можно посмотреть по роду мамы, по роду папы, по прошлым воплощениям, были ли там ситуации, которые вызвали этот дисбаланс. И вот тут уже у каждого видящего, у каждого целителя есть своя специализация. Знаете, как у врачей есть своя специализация, да? Тут хирург, тут терапевт, тут с детьми работает. Вот так и у целителей, тоже есть своя специализация. Вот мне так получается, что мне сразу показывают вот эти негативные программы, которые вызвали вот этот дисбаланс, либо душевную, либо болезнь физического тела для человека. И тогда можно сразу работать с этими проблемами. То есть сначала мы делаем диагностику, смотрим, откуда что пришло. То есть иногда мне показывают просто первую ситуацию, иногда мне показывают, там прям как развивались события по ходу. И оказалось бы, как это можно проверить, если это же было там прошлое, или прошлое воплощение, или там породу где-то, там мало ли что я там рассказывала. На самом деле, поскольку оно записано в генах, то тело это очень хорошо помнит. И когда я рассказываю ситуацию, которую мне показывают, я всегда спрашиваю, что чувствует тело. И тогда человек говорит, боже, меня прямо дрожь бросила. Или у меня там руки вспотели. Или у меня прямышка убасит всего. Или вы рассказываете, у меня прям слезы к горлу подкатились в глазах. Тело помнит, оно записано в твоих генах. И тогда с этим можно работать. Но что такое работа с родовыми программами? На пятом уровне. Это что-то из серии того, что ты садишься, в лучшем случае, тебя просто представит, там свое дерево родовое, в виде там дуба какого-нибудь, где корни, это твои предки, а ветки, это твои потомки. И значит, типа прокачай энергию, свою родовую. В обычном случае, это когда приходит замечательная целительница, и типа начинает прочищать тебе каналы энергетически сама. И ты помнишь, все варианты работы на пятом уровне, это временный вариант. Да, на какое-то время расчиститься. Но никуда эти негативные программы не делись из твоего ДНК. Потому что нужно взять уроки, нужно поработать, заменить эту программу. И кроме тебя это не может сделать никто. Вот это и называется очистка от негативных родовых программ. Не когда целитель за тебя это делает, а когда ты сам работаешь со своими родовыми программами. Почему я так люблю вот эти техники седьмого уровня вибраций? Потому что они не просто дают закачку энергии и временное исцеление, они дают реальное изменение для тебя и для всего рода. Кому это нравится, пожалуйста, напишите плюсики. И вот с какими задачами часто приходят люди? Ну, по изобилию, по денежкам. Очень редко. Это связано непосредственно с деньгами. То есть если ваши желания, ваши планы, ваши мечталки до сих пор не воплотили жизнь, вполне возможно, что стоят вот эти самые программы рода, которые блокируют. И тогда можно посмотреть, что там произошло и можно поработать с заменой вот этих самых программ, этих самых убеждений. Кроме того, если стоял хотя бы один обед, а бывает так, что человек в роду или вы в своих воплощениях взяли такой обед, допустим, там из серебряничества. Ну, потому что вот вам важно было заслужить снисхождение Творца. И вы вот сами для себя взяли обед. Ну, еще он называется обед бедности. Тогда он послужил вам, для чего-то он был нужен. А теперь? А теперь совсем не хочется, чтобы это было. А оно есть, а человек не замечает. И тогда получается, что в роду полностью перекрывается чувство изобилия. Ну, давайте сделаем еще один тест. Что в твоем роду произошло? Кто из вас знает? Вы же продвинутые все на вебинары, ходите, книжки читаете. Кто из вас знает, что вместе с рождением любому человеку дается поток изобилия? Что Вселенная изобильна? Напишем цифру 1. Кто из вас это слышал и знает, подозревает, что вот этот закон, по идее, должен быть таким? Потому что все духовные мастера почему-то об этом говорят. Пишем единичку, кто это слышал хотя бы когда-нибудь, читал в какой-то книжке. Что Вселенная изобильна, что у каждого человека есть вместе с рождением этот дар, что тебе даны все-все-все возможности. Спасибо большое за ваши единички. А вот теперь задаю вопрос. А у кого внутри возникает встречный вопрос? Что ты из серии «И где?» Жужину. Это самое изобилие. Говоришь ты, глядя в свой кошелек. Пишите циферку 2, у кого возникает такой вопрос. «И где?» Собственно, по-честному. Пишите циферку льва. И это очень четкая диагностика того, что в твоем роду закрыты понятия изобилия. Люди просто не представляют, что такое изобилие. Потеряна энергия в роду самого изобилия. Потому что когда-то в одном или в нескольких поколениях произошли вот эти сбои, встали негативные программы по деньгам, люди их не понимают, либо какие-то обеты стоят, и все, нет понятия изобилия. И тогда как это работает? Когда в роду потеряно какое-то это называется чувство в Татахилене. Вот когда оно закрыто, потеряно. Тогда его можно попросить Творца, чтобы его напрямую загрузили, как энергию. Это называется по видению Творца. Так, как видит Творец. Тогда я прошу Творца, чтобы загрузили, подгрузили это чувство. С согласия человека, помните, только с согласия все делается. И эта энергия входит в человека так, как будто бы она всегда там была. И удивительно, тогда по-другому ты видишь свои желания. И тогда по-другому начинает реализовываться. Там еще делается такой процесс, очень красивый, внесение твоих мечталок и планов в энергию твоей жизни. Все это легко, просто, быстро. Важно понять, какая программа заблокировала это все, взять уроки и заменить ее на другое. Вот так работаем. Да, есть сбой по изобилии. Бывает, что человек приходит и говорит, у меня антигармоничное отношение, я хотел бы иметь партнера. Или с партнером плохие отношения. Или, допустим, какой-то сбой по работе, по бизнесу, что там в команде какие-то там разногласия идут, люди увольняются или люди плохо работают. Это все называется привлечение трога души, так называемого. И для того, чтобы это произошло, важно сначала убрать все негативные вот эти установки, связанные с прошлыми отношениями. Это еще называется энергетический развод с прошлыми партнерами. Помните, я говорила, что когда мы приходим с уровня души сюда на третий уровень духовных вибраций, вот там на пятом уровне находятся наши души. И они между собой договариваются, прежде чем воплотиться здесь, на земном плане, какие уроки они будут друг другу давать. И там на пятом плане все души любят друг друга. А уже здесь, когда мы здесь с вами воплощаемся, у нас начинаются всякие ссоры, обиды, ревности, склонки и так далее. И абсолютно все люди, которые находятся в твоем близком окружении, это не просто прохожие, это те души, с которыми твоя душа договорилась перед рождением, что вы встретитесь и дадите друг другу какие-то уроки. И вот энергетический развод это когда все лучшее, до чего вы встретились. Ты понимаешь, как уроки ты их берешь, а все ненужное, злость, обиды, ревность, нефти, вот эти низкие энергии, они убираются, вычищаются. Опять-таки, никто за тебя это сделать не может. Когда кто-то, какой-то замечательный экстрасенс говорит, все, я поработал, теперь у тебя все будет нормально. Друзья мои, ты оттываешь вибрации, все будет временно. Никто, кроме тебя, это не сделает. Заменить программу может только сам человек, взять уроки может только сам человек. Можно, конечно, быть в прекрасных иллюзиях, но невероятный, но факт, все в твоих руках. Там же могут быть стоять обеты, например, что такое венец безбрачия. Это когда в каком-то из прошлых воплощений, или где-то в твоем роду, или в твоей жизни. Было такое, когда человек в сердца сказал, что, например, что я другому отдана и буду вверх ему верна. А этот человек там погиб или умер, или у него другая семья. Все. Венец безбрачия готов. Помните, самое сильное, это то, что человек сам себе сказал как обет. Сам себе сказал как клятва. И дальше оно идет через воплощение, и человек даже вообще не понимает, ну, вроде все хорошо, но почему я не могу встретить того человека, который будет со мной рядом? Потому что стоит та энергия, которая блокирует эти отношения. И приятно то, что на самом деле, как правило, несколько партнеров потенциальных есть вокруг любого человека. очень редко бывает, когда только один партнер. Это когда приходит мастер высокого уровня и с ним приходит, в это же воплощение, приходит мастер высокого уровня, с которым они вообще идут через воплощение вместе. Вот тогда это обычно бывает один человек на всю жизнь, и как правило, очень четко чувствуется, что это вот тот самый человек. Для всех остальных душ есть несколько партнеров, и в зависимости от того, как человек здесь развивается, притягивается тот или иной партнер. И когда ко мне приходят на консультацию, я могу попросить в отца показать мне, сколько потенциальных партнеров стоит вокруг. Ну и пока что, ну да, три бывают, ну да, четыре бывают. А человек в реальной жизни их не видит вообще, потому что в зависимости от того, куда он будет развиваться, этот человек притянется. Либо этот, либо другой, либо третий, либо четвертый. У нас всегда есть право выбора в своем развитии. Представляете, как интересно. Кому это интересно, пишите плюсик, пожалуйста. И вот когда мы работаем с программами, когда человек заменяет программу, берет уроки, то идет такая настройка на вибрации, безусловно, любви. То есть мы убираем негативные энергии, которые блокируют эти отношения. И, соответственно, выравнивается вот этот канал. То есть вы уже понимаете, что по-настоящему работа, это работа тебя с собой. Никто другой, просто по всем законам третьего плана, не имеет права вмешиваться. Он не может физически это сделать. Он может временно закачать энергию, но это будет временное исцеление. Временное исцеление отношений, временное исцеление тела. То есть техники пятого уровня обычно используют, знаете, как ликопластырь. Когда срочно нужно что-то сделать, что-то починить, а потом сесть и поработать уже по-взрослому, заменить программу, заменить установку негативную, которая блокирует развитие тебя и всего твоего рода. Поэтому это всегда персональная работа. Я не могу сделать для вас, записать какой-то вебинар, чтобы все послушали и у всех все сразу произошло. Потому что у каждого своя история, у каждого свой род, у каждого свои, какая-то, ситуации, с которой важно поработать. И я, конечно же, для вас я сделаю супер-подарок. Это персональная практика. Смотрите, черненьким написано, сколько это обычно стоит, красненьким написано, ваша супер-скидка. Если в течение двух дней, двух суток включительно вы делаете себе подарок, дарите себе персональную практику, для вас будет вот эта супер-скидка. Ну, кроме того, сделаю еще супер-купер-вау-бонус. Ну, я сама такая, я очень много учусь. Я реально очень много учусь. Нет, убрала факту с сертификатами, но могу сказать, что у меня больше 50 сертификатов разных школ. И, понимаешь, долгое время, ну, помимо того, что у меня есть три диплома официальных разных вузов, это еще огромное количество разных школ, большая часть из которых это школы пятого уровня вибраций. То есть я не понаслышке знаю, что это такое, как закачивается энергия. И я могу сказать, что вот этот метод, которым я работаю сейчас, я его просто обожаю. И вот эта техника, она как раз из этого метода. И это техника активации хромосом молодости и жизненной силы. Что это такое? У каждого из нас в Московске есть шишковидная железа. В этой шишковидной железе есть так называемая управляющая клеточка. Это клеточка, которая возникает от слияния сперматозоида яйцеклетки. Она клетка командир. Она дает задание всем остальным клеткам тела на успешную, эффективную работу. Но в силу экологии, вредных привычек, стрессов, стрессов и всего остального, эта клетка как бы изнашивается раньше времени. Я могу вам много рассказывать, что там происходит на этой форме, но сам факт, что можно попросить Творца активировать вот эти самые хромосомы молодости и жизненной силы. А потом попросить Творца, чтобы он дал задание этой управляющей клетки, чтобы активировались хромосомы молодости и жизненной силы по всему организму. И тогда исцеление, омоложение происходит в каждой клеточке твоего тела. Если в техниках пятого уровня, как происходит омоложение? Когда, допустим, просили, чтобы тебе дали в ручки энергию какого-то посветленного мастера. Тебе дают энергию, и ты водишь этими ручками вдоль шеи, вдоль глаза, вдоль своих морщинок, и морщинки на некоторое время реально разглаживаются. Высокочувствовательная энергия закачивается. Но ты помнишь, что исцеление будет временным. Тебе нужно либо каждый день все свое тело этими ручками обглаживать со всех сторон, либо проще взять технику, которую я тебе предлагаю, и один раз активировать эту клеточку. И тогда омоложение пойдет изнутри. Потому что все клетки начнут работать по-другому. Представляете? И поскольку это техники седьмого уровня вибраций, они очень высокие эти вибрации, очень тонкие эти вибрации, все происходит быстро. Вот кому нравится, напишите, пожалуйста, циферку 1. Что оказывается, то есть на самом деле на седьмом уровне всегда происходит работа с ДНК человека. Как бы это громко не звучало, но это действительно так. То есть изменение любой программы ведет к изменению многих тысяч жизней тех людей, которые следуют за вами, всех ваших поколений. Представляете? Поэтому кто для себя берет супер-бонус, что это такое? Это вот та самая активация. Для того, чтобы его получить, вы оплачиваете для себя персональную практику в течение суток. То есть завтра до вечера, до 12 ночи включительно, если вы практику для себя берете, то для вас будет еще и супер-бонус активации вот этой самой управляющей клетки. Как вам такое предложение? Знаете, я много лет работаю с людьми. И я действительно очень хочу, чтобы каждый человек на этой планете был счастлив, чтобы у каждого человека в жизни была любовь, чтобы у каждого человека в душе была гармония. Это моя работа. Я не могу это сделать за вас, потому что это наказуемо. Это называется догнать и причинить добро. Но я могу помочь вам так поработать с собой, чтобы в вашей жизни это все появилось. и я обожаю свою работу. Я очень люблю эти тонкие вибрации, потому что сейчас, благодаря тому, что они появились на планете, любой человек может быть волшебником в своей жизни. Было бы желание, приходите, пожалуйста, на персоналку. У вас есть ссылочки. Вы можете выбирать любую тему. Заходите по любой из этих ссылок. Цена там везде одинаковая. Это часовая консультация. И независимо от того, какую тему вы выберете, первое, что я вас спрошу, с чем мы сегодня работаем. И ты проговоришь то, с чем ты хочешь поработать. Поэтому заходите. Я просто сделала для вас описание, чтобы было понятно, еще раз, как напоминалочка, какие есть возможности. Это часовая консультация, когда вначале мы делаем диагностику, а затем я тебе аккуратно помогаю поменять вот эти самые программы, которые перестали работать, найти их, поменять, трансформировать на новые, взять уроки и сделать это переключение, попросить Творца, чтобы убрали старую программу, старые энергии негативные, которые блокировали твои органы, твои каналы, и загрузить новый закон, новую энергию, которую ты на самом деле сам сформулируешь. Очень тонкая, изящная, профессиональная работа. 15 лет работаю с людьми, очень люблю свою работу, и это все для тебя. Если у вас есть вопросы, вы можете мне сейчас их задать. Меня зовут Елена, Елена Денисенко, и у нас последняя практика будет, потому что раз мы поднялись на высокие вибрации, нужно опять заземлиться, войти в свои обычные вибрации. Это нужно сделать обязательно. Поэтому, пожалуйста, прежде чем мы сделаем последнюю практику, напишите, пожалуйста, в чат, как себя сейчас чувствует ваше тело. Мы дам вам большой секрет, что это тоже одна из моих способностей, которая не зависит от меня. Каждый раз, когда я работаю с аудиторией, с вами, для вас идет целительный поток. То есть все полтора часа, пока вы меня слушали, вы еще получали мощнейший сеанс исцеления. Я не зря пишу, что у вас будет много практики, потому что вы получили и интересную какую-то информацию, и для себя какие-то новые возможности. Кроме этого, ваше тело получило поток исцеления, которое идет напрямую от Творца, не от меня. Техника седьмого уровня предполагает, что энергия идет, минуя тело целителя, напрямую от Творца. Моя задача попросить Творца, чтобы на тебя это было, и, ну это называется, просмотреть, чтобы это произошло, направить туда внимание. потому что вы знаете, что по всем законам физики, вот эти мельчайшие частички, помните, ядро и электрончик, мы учили с вами это по физике, что когда наблюдатель смотрит, электрончик превращается в частицу, то есть материализуется. Когда наблюдатель не смотрит, все это превращается в волну. Поэтому одна из моих задач, как мастера, внимание, сделать так, чтобы это произошло на материальном уровне, а не просто на уровне энергии. Вот на этой же тонкости. Вот Света пишет, покой, надежда. Света пишет, я чуть не заснула, это очень хорошо, потому что тета-вибрация, это как раз вибрация, вот эти пограничные между сном и бодрствованием. В обычном состоянии человек уже спит, когда у него тета-вибрация, а вы меня слушаете, и это максимальный поток исцеления, который идет, он как раз идет на тета-вибрации. Так что я тебя поздравляю, все замечательно. Итак, меня зовут Елена, Елена Денисенко, и мы делаем с вами завершающую практику заземления. Пишем восклицательные знаки, кто участвует в практике. Без вас я не имею права этого делать. Помните, все делается только с вашего разрешения, это тонкие вибрации. Пишем восклицательные знаки, и, пожалуйста, закрываешь глазки, сосредотачиваешь внимание на сердечной чакре, и лучик внимания идет в центр планеты. Оттуда, из центра планеты, к тебе поднимается красивая, бело-голубая энергия планеты Земля. Проходит через твое тело, наполняет все тело, поднимается вдоль позвоночника, включает чакры одно за одной. Чакры начинают работать ритмично, гармонично, здорово. Постепенно энергия поднимается выше-выше, заполняет все до коронной чакры. И теперь представь себе, что все ненужное из каждой клеточки, из каждой хромосомочки уходит обратно вниз в Землю на переработку. Вот прямо зрительно, внутренним взором, когда проводи этот процесс, вот как у тебя раз-раз-раз-раз-раз-раз, и все уходит через ноги туда, в Землю, на переработку. Все негативные энергии, все негативные вибрации из каждой клеточки уходят в Землю. Досмотри до конца, это очень важно. Отлично. И когда вот последняя, последняя, последняя негативная энергия уйдет в Землю, представляешь себе, как оттуда, из центра планеты, где поднимается чистейший поток энергии и наполняет твое тело, поднимаясь через коленочки, через бедра, вдоль позвоночника, включаются чакры одна за одной. И до коронной чакры твое тело наполнено красивыми, гармоничными вибрациями планеты Земля. И представься, что у тебя сверху идет поток любви Творца, вот как будто бы огромный гигантский душ, из которого идет поток любви. И эта энергия проникает в каждую клеточку, в каждую хромосомочку, наполняет твое тело. замечательно. И почувствую, как себя чувствует сейчас тема. У тебя произошло соединение, гармонизация земных энергий и духовных энергий. Каждую практику, которую вы делаете на тонких вибрациях, обязательно нужно завершать заземлением. Спасибо большое за вашу активность сегодня. Спасибо большое Таню, что пригласила меня. И давайте напишем много-много улыбочек, благодарения Татьяне за нашу сегодняшнюю встречу, если вам было сегодня интересно, важно и нужно. Мы поговорили с вами о том, какие бывают уровни духовных вибраций, какие целители работают, на каких уровнях используют, какие энергии. Поговорили о том, почему бывает, что целители не исцеляют, то есть идет временное исцеление, потом болезнь возвращается, потому что эта работа происходит на вибрации до пятого уровня включительно. И мы говорили о том, как развивается любая болезнь, душевная болезнь, болезнь физического тела и какая есть возможность, когда работаешь на тонких вибрациях седьмого уровня. То есть, помимо того, что я мастер практик, который обучает этим вибрациям, вас я приглашаю на персональную консультацию для того, чтобы поработать с собой, со своим родом. Спасибо вам большое, очень приятно, что вы были такими активными. Танюша, все эти восклицательные знаки для тебя и до встречи на персональной консультации. Помните, супер скидка для вас в течение двух дней оплаты и супер бонус для самых тех, кто по-настоящему чувствует себя мастером и понимает, что все, что я говорю, я на самом деле говорю для тебя. И тебя есть внутри вот это вот бурление и желание развития. И ты только как-то не знаешь, не очень понимаешь, куда бы приложить. Ты чувствуешь в себе эту силу, напишите плюсикам, у кого это есть, но ты не знаешь, каким образом ее развивать. Ты ходишь с вебинара на вебинар, тыкаешься туда-сюда, в одну школу, в другую школу и как-то вот никак не найдешь себя. А сейчас слушаешь меня и понимаешь, о, о, вот он, мой мастер. Вот эти техники, которыми я давно хочу поработать с собой, со своей жизнью. Пожалуйста, заходишь по любой ссылочке, делаешь заказ, помните, ваша задача вложиться, чтобы взять супер-бонус, если у вас есть такое желание. И до встречи на персоналке. Меня зовут Елена Елена Денисенко. До свидания. Продолжение следует...